Снести и забыть или снести и сохранить. Закон о декоммунизации в маленьком селе Коржи в 135 километрах от Киева решили выполнять креативно. Перекрашенного еще во время Евромайдана Ленина с постамента сняли, переименовали в Вавана и отправили во двор автомастерской под личную охрану местного депутата. Мы думали ему чуб прилепить и усы хорошие сделать, и вот так отрезать был бы казак. Но денег на креатив не было, а ждать, пока на Украине появится Государственный музей тоталитарного режима, куда согласно закону о декоммунизации рекомендовано свозить советское наследство, сельсовет не стал. 300-килограммового бронзового Вавана выставили на продажу за 15 тысяч долларов. Пусть вот Вова Путин купит, если увидит передачу. Я ему даже доставку организую до границы, подконтрольной нам территории. В селе Коржи полторы тысячи жителей. Не все разделяют креативные идеи депутатов. Он у нас был раскрашенный, желто-голубой. Это было красиво. Глупость какая-то, вот и все. Это не серьезно. Никто за его гроша много не даст. Сняли и сняли, слава богу. Ну дай бог, чтобы он на фонд пошел села, а не куда-то там непонятно. Ленинопад на Украине продолжается еще с Евромайдана. Демонтировано более тысячи памятников. Многие изувечены, некоторые исчезли в неизвестном направлении. Но после запрета Компартии в декабре прошлого года уже никто в полицию не жалуется. Культурные деятели много раз взывали к властям проводить декоммунизацию, консультируясь с экспертами по искусству. В глобальном смысле процесс переосмысления прошлого не должен быть деструктивным. Если и начинать декоммунизацию, то следовало бы начать с села. В принципе, декоммунизировать — это колхозное наследство СССР, которое есть на Украине. Села абсолютно заброшенные, в руинах лежат. Вот, например, с Лениным. Переплавить его и инвестировать деньги в инфраструктуру села. Ведь прекрасная идея. В Коржах есть, что ремонтировать. Туда и направят деньги от продажи или целого вавана, или кусков бронзы. Может, какая-то от него будет польза. Депутат Бородовко воевал в Донбассе, потому лично проконтролирует, чтобы этот Ленин с Украины расплатился по максимуму. Это последнее время. В 29-й... В 27-й... Продолжение следует...